На этом месте водитель такси Сергей Сушак увидел плачущую полураздетую девочку. Десятилетняя малышка тряслась от холода. На улице в этот день было минус 25. Посадил ребёнка в машину, говорю, поедешь в детский дом? Она говорит, поеду. Лучше в детском доме, чем жить с мамой. Говорю, а что мама тебя обижает? Да, мама меня обижает, бьёт, вещи забрала. А ребёнка очень дурно пахла. Мать девочки отсидела 7 лет за соучастие в убийстве. Два месяца назад вышла на свободу и забрала дочь из интерната. С тех пор в доме не переводились шумные компании. Из-за постоянного пьянства матери девочка решилась на побег. Обмороженного ребёнка Сергей отвёз в больницу. Было очень холодно. Она была в курточке, в лёгком платьичке. Её накормили, напоили. И при осмотре выявили, изменение вся кожа была в элементах сыпи. Причём сыпи заразной. Сегодня Сергей пришёл проведать Танюшу. Девочка сразу узнала своего спасителя. Серёжа! За все две недели, пока девочка была в инфекционном отделении, мать ни разу не пришла её проведать. Но Танюша не сожалеет об этом. Мама, ну, пила водку. Ну, я тут хорошо. Я от мамы отдыхаю. Даже от мамы отдыхаешь? Я за маму вообще не плачу. Расставаться со своим другом девочка никак не хотела. Таня искала новые темы для разговора, чтобы её спаситель как можно дольше побыл с ней. Что-то. Что-то, конечно, пошли. Я думаю. Ну, ничего, подруга. Вырастут волосы. До сих пор колотит. Ну, нельзя относиться к детям. Ни к своим, ни к чужим. В интернате, где училась девочка, нет забора. Дети отсюда не убегают. Уютные спальни и классы, приветливые преподаватели, хорошее питание. Одноклассники помнят Таню и хотят снова её увидеть. Мы очень за ней скучаем. Однако при всём желании Таня не сможет снова вернуться в интернат. Мать-алкоголичку не лишили родительских прав. Мы бы, конечно, с удовольствием забрали. Мы не можем взять, потому что у девочки есть мама. Маму надо или лишать родительских прав, или мама должна забрать девочку к себе. Органам опеки пока не удалось найти маму девочки. Процесс лишения прав на ребёнка длительный, так что после выписки из больницы Тане придётся жить во временном приюте. Девочка же хочет одного – вернуться обратно к своим друзьям в интернат.